Приветствую вас на очередном уроке нашего тренинг-центра. Сегодня вы узнаете о полезном инструменте, который называется веб-версия мессенджеров. Узнаете, что это такое, чем отличается веб-версия от приложения, скачиваемого на компьютер, и чем вам поможет работа веб-версии любимого вашего мессенджера. Сейчас, в 2020 году, можно однозначно сказать, что мобильный интернет охватывает колоссальное количество пользователей. Очень популярны различные мобильные социальные сети, Instagram, TikTok, Periscope и множество других. Конечно, в ближайшем будущем развитие мобильного интернета еще больше увеличится, потому что сейчас мобильный телефон, смартфон, это практически компьютер. С него можно делать все, управлять вашим компьютером, решать различные задачи, не только играть в игрушки. И довольно часто возникает такая ситуация, вам пришла какая-то полезная информация в ваш мессенджер, на телефон, ну, например, какая-то контактная информация, логины и пароли от каких-то сервисов, и вам это нужно перенести на ваш компьютер. Либо наоборот, с вашего компьютера какая-то имеющаяся информация, картинка какая-то, текст какой-то, ссылка, вот со ссылками чаще всего возникает проблема, вам ее необходимо передать через тот же самый WhatsApp, который стоит у вас на телефоне, вашим клиентам. Как это можно быстро и просто сделать? В этом вам помогут веб-версии мессенджеров. Что такое веб-версия? Это ваш любимый мессенджер, который открыт в любом браузере на вашем компьютере, и вы с ним работаете точно так же, как с любым сайтом, читаете переписочки, например, там, открываете что-то из переписок, читаете, отвечаете, набирая текст на клавиатуре компьютера. Все это идет через ваш мессенджер, всю эту переписку вы увидите на своем мобильном телефоне, но у вас есть шикарная возможность. Вы можете выделить, например, то сообщение, которое пришло вам, и чтобы о нем не забыть, например, сохранить у себя на компьютере, что нужно идти покупать полученные лампы для освещения студии. И так далее. Можно взять любую картинку с вашего компьютера, нажав на знакомую, наверное, всем скрепочку, выбрать картинку с компьютера и отправить этому человеку. Извините, я его не знаю, отправлять не буду, не буду сюда нажимать, обидится. И так далее. То есть процесс обмена данными между мобильными людьми, которые все это читают на мобильном телефоне, и людьми, которые используют компьютер, он значительно упрощается. Как же начать пользоваться веб-версией того же WhatsApp на компьютере? Я сейчас открою браузер, в котором я еще не открывал веб-версию WhatsApp, и покажу это с самого начала и до конца. В поиске Яндекс по-русски пишем веб-версия WhatsApp. Вот так. Лучше без ошибок. Ну, под видео будет ссылка на официальный сайт. И вот что вам нужно. WhatsApp, веб. Вот это ключевое слово. Естественно, только с официального сайта. Еще раз повторюсь, ссылка будет. Кликаем на адрес. При первом подключении, я специально открыл браузер, в котором я не подключался, мы видим вот такую очень понятную инструкцию на русском языке. Здесь рассказано, что вам нужно сделать. То есть вы сейчас берете свой мобильный телефон, который должен быть подключен к интернету, лучше через Wi-Fi, ну раз вы дома. И повторяете вот эти действия. То есть открываете приложение WhatsApp на мобильном телефоне, входите в меню, это точечки вверху WhatsApp, либо нажимаете на настройки, это внизу приложения WhatsApp. Вот тут даже есть видео, куда и что жрать, поэтому я ничего не буду записывать, лучше, чем авторы не запишу. И считываете вот этот код. Код считывается сканером, который у вас автоматически откроется. Если не откроется автоматически, там у вас будет такое действие. Сканер SR кодов. Вот на него нужно нажать и поднести свой мобильный телефон к экрану вашего компьютера, чтобы считать код. Код будет захвачен в окошечко. Опять же, посмотрите вот это видео. В нем все будет хорошо рассказано. Вот пошел процесс считывания. Опс. Считал. Автоматически, как только код считается, чтобы было подтверждение, что это именно вы пользуетесь сейчас WhatsApp на этом компьютере, он закроется. Давайте я это сделаю. WhatsApp Web. Вот у меня есть отдельное действие на iPhone. Сканировать QR-код. Нажимаю. Появляется вот это вот окошечко. Я сейчас навожусь. Вот, навелся. Все считалось. Не успел навестись, извините. Еще раз повторим. Вот, все считалось. Окно проверки подлинности закрыто, и я сейчас попадаю в свой WhatsApp. Все легко и просто. То есть, если вы куда-то уйдете, закроете этот браузер, то другой человек, злоумышленник, не сможет все равно открыть ваш WhatsApp, потому что потребуется наличие вашего телефона вот здесь вот сейчас в сети. И подтверждение. Поэтому очень удобная вещь. Рекомендую пользоваться. Кроме веб-версии для WhatsApp, что у нас еще есть? У нас есть шикарная веб-версия для Skype. Опять же, вы можете, конечно, скачивать приложение Skype на свой компьютер и работать с ним, а можно просто открыть веб-версию Skype. Официальная ссылка выглядит вот так. Web.Skype.com Опять же, ссылка будет размещена под видео. Нажимаем на эту ссылочку. Skype будет загружаться чуть дольше. Значит, здесь вводите ваш логин от Skype. Логином сейчас является либо почта, это для старых версий, либо телефон, ну, либо ваш логин, если вы, конечно, его помните. Сейчас я попробую авторизироваться в своем Skype. Предварительно вот выйду из приложения Skype, который у меня установят. Ввожу номер телефона, нажимаю далее. Если Skype сейчас нас ждет этот логин, он у него есть в базе, он у вас запросит пароль. Если не найдет, то есть вы где-то ошиблись, будет сообщение об ошибке. Ввожу пароль. Могу поставить галочку оставаться в системе, сохранить пароль в браузере, ну, чтобы в следующий раз его не вводить. Я не буду сохранять. Данные для защиты обновлять не буду. Скажу, данные подходят. И вот сейчас будет загружен мой Skype. Веб-версия Skype, конечно, работает не так стабильно, как веб-версия WhatsApp. Вот, например, в Mozilla она мне даже не открылась. Пришлось войти в Яндекс.Браузере. Но работать при желании можно. Точно так же существует версия для Telegram. Telegram Web. Также будет ссылка под видео. Telegram очень классный мессенджер. Очень популярный сейчас в России не только. Чтобы в него войти, опять же требуется вбить ваш номер, к которому привязан ваш Telegram. Нажать клавишу Enter. Проверить этот номер. Подтвердить. Сейчас Telegram сгенерирует код, который придет на ваш мобильный телефон. У меня звук отключен. Но код пришел. Код приходит в ваш Telegram, который должен быть установлен у вас на мобильном телефоне. Вбиваю код. И автоматически попадаю в свой Telegram. Повторюсь, как только вы открыли веб-версию какого-то мессенджера, вы можете спокойно обмениваться данными между вашим компьютером, всеми данными, которые хранятся на вашем компьютере, со своими клиентами, которые, например, пользуются мобильным интернетом, передавать их через ваши мессенджеры, которые установлены у вас в вашем мобильном телефоне. И все, что вы передадите, вы увидите в истории переписки с вашими клиентами на своем мобильном телефоне. Вот такой получился ролик. Если что-то непонятно, если какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их под роликом. Я запишу отдельное видео, чтобы прояснить ситуацию до конца. Успехов вам! Вы молодцы, что продолжаете учиться и получать новые знания, которые, очень надеюсь, помогут вам в привлечении клиентов в вашу структуру через интернет. Благодарю!